МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. Сегодня в выпуске. Новые назначения. В республике продолжается формирование правительства. Тепло пришло. В Чебоксарах начался отопительный сезон. Молодой душой. Малыши поздравили бабушек и дедушек с Днем пожилых. В республике продолжают формировать новое правительство. Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев подписал указы о назначении трех членов правительства. Руководить администрацией главы республики продолжит Юрий Васильев. Этот пост он занимает с декабря прошлого года. Раньше на протяжении двух лет работал в должности начальника управления внутренней политики. Руководил Васильев и администрацией Янтиковского района. Михаил Игнатьев отметил, что профессиональные качества управленца помогут сформировать по-настоящему сильную команду. С учетом тех поставленных задач в соответствии с реорганизацией кабинета министров, я думаю, мы сейчас внесем некие коррективы и в структуру администрации, и с учетом тех возложенных задач сформируем администрацию и вам на утверждение предложим. В команде Чувашского правительства теперь будет работать и директор завода имени Чапаева Михаил Резников. Глава республики предложил ему занять пост в вице-премьера правительства. Именно он будет курировать экономический сектор и отвечать за развитие промышленности, энергетики и строительства в регионе. Предприятие, которым руководил Резников, добилось неплохих показателей, отметил Михаил Игнатьев. Наша задача создать высокотехнологичные рабочие места для того, чтобы молодые люди могли трудоустраиваться и от производительности труда увеличилось уровень заработной платы. Это важно, ибо мы регион не самодостаточный, нам нужно пополнять доходную часть бюджета и по расходным обязательствам уже обеспечивать все эти обязательства, которые мы взяли перед ветеранами, перед отраслями социальной уже сферы. На самом деле, за последние пять лет завод, можно сказать, почти утроил свои объемы производства. На пару порядков, наверное, увеличилась прибыль предприятия, потому что даже по этому году мы прогнозировали получение прибыли порядка 260 миллионов рублей. Вице-премьером правительства назначили и Аллу Салаеву. На протяжении нескольких лет она работала заместителем главы Чебоксарской администрации и курировала социальные вопросы. На новом посту на нее возлагают те же задачи. Хочу предложить вам государственную должность правительства Чебоксарской республики, должность заместителя и представителя кабинета министров, который будет курировать прежде всего социальную сферу. Это образование, это здравоохранение, культура, спорт, информационные технологии и ряд других там под отраслей. Отдаю себе отчет, что необходимо следовать курсам, которые вы сегодня выстраиваете для развития республики, для народа Чебоксарской республики. И благодарю вас за доверие еще раз. И постараюсь соответствовать тем надеждам, которые вы возлагаете с точки зрения моего профессионализма. Вновь назначенных вице-премьеров Михаил Игнатьев просил выстраивать конструктивные отношения с федеральными министерствами для привлечения дополнительных инвестиций в регион. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. И еще об одном назначении, только на федеральном уровне. Представитель Чуваши в Совете Федерации Николай Федоров избран первым вице-спикером. Соответствующее решение было принято в ходе 378-го заседания Совета Федерации. Сегодня в Сочи начал работу Международный инвестиционный форум «Сочи-2015». В его работе принимает участие делегация Чувашской Республики во главе с Михаилом Игнатьевым. Международный инвестиционный форум в Сочи – современная площадка для диалога бизнеса и власти, необходимая для успешной реализации серьезных инвестпроектов на территории России. В рамках деловой программы в форуме открытой дискуссии представителей государства, предпринимательских сообществ и экспертов поднимаются самые острые вопросы развития экономики. Основными темами деловой программы этого года станут импортозамещение, развитие финансового рынка страны, изменение структуры российской экономики и реализация экспортного потенциала. По оценкам организаторов, в этом году в форуме примут участие 9 тысяч человек. Зарегистрированы гости из 40 зарубежных государств. Также аккредитовано свыше тысячи российских и зарубежных журналистов. В том числе и съемочная группа национальной телерадиокомпании. В Сочи начала работу экспозиция регионов России. Свои проекты представили 79 субъектов страны. Премьер-министр Иван Моторин ознакомился с работами на полигоне ТБО в Новочебоксарске. Его строительство завершается. Сегодня здесь проверили работу оборудования. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Сюда, на Новочебоксарский полигон, отходы поступают после сортировки на специальной станции в столице республики. Но путешествие мусора на этом не заканчивается. Сначала его прессуют в брикеты. А затем складируют на специально обустроенной площадке. Под землей этой карты уложены слои глины, грунта, а также геомембрана. Всего здесь будет возможно разместить более 6 миллионов кубометров мусора. Строительство полигона завершится в этом году. Сейчас на объекте прокладывают инженерные сети, завершают монтаж сортировочных конвейеров и благоустройство территории. Пусконаладочные работы должны начаться в ближайшие дни. Мы рассчитываем, что самоокупаемость будет в течение 7 лет. Но здесь очень много факторов, которые могут либо ускорить этот процесс, либо чуть отодвинуть. Но в среднем это 7 лет. После того, как полигон ТБО заработает на полную мощность, здесь планируют перерабатывать более 200 тысяч тонн отходов в год. Этот комплекс будет обслуживать не только ближайшие города, но и Чебоксарский район. Всего здесь планируют создать более 300 рабочих мест. Технология соблюдается. Сейчас уже идет обкатка основных объектов, обкатка технологии. Я думаю, что в ближайший месяц мы уже увидим полностью завершенный объект с обученным персоналом, с хорошей выученной работой техники. Ну и, соответственно, увидим, как будет идти утилизация мусора в Чебоксарской республике. Ну, в частности, в Чебоксарах, Новочебоксарской и Чебоксарском районе. Необходимость строительства таких объектов в республике назрела давно. С начала следующего года в России запретят складировать отходы, которые не прошли предварительную обработку. Пока такие современные полигоны появились только в Нижегородской и Саратовской областях. На очереди Чувашия. Медрик Ковалев, Сергей Рябчиков. Республика. В республику поступил бюджетный кредит в размере 2 миллиарда 366 миллионов рублей. Средства выделены в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Михаила Игнатьева с председателем правительства России Дмитрием Медведевым и министром финансов Антоном Силуановым. Средства предоставлены региону для погашения долговых обязательств. Ранее республике по поручению президента России Владимира Путина из федерального бюджета уже было выделено более 3 миллиардов рублей бюджетного кредита. Таким образом, в общей сложности в этом году в республиканскую казну поступили более 5,5 миллиардов рублей. Запись на прием к врачу через интернет, электронная регистратура, электронная медицинская карта, СМС-уведомления – это все примеры информатизации медицины. Широкое внедрение информационных технологий в здравоохранение идет уже несколько лет. О том, чего удалось достичь и что еще предстоит сделать в России и в Чувашии, в частности, в следующем материале. Заполненные известным врачебным почерком бумажные медкарты заменяют электронные документы. Создается единая база данных. К примеру, врач одной больницы может посмотреть анализы пациента, который он сдавал в другой. По идее, все очень удобно. Прогресс, то есть информатизация, налицо. Однако в жизни все не так просто. Медицинские работники отмечают, что система часто, что называется, зависает. А это означает, что работа встает. Системных администраторов, которые обслуживают компьютеры, и системы в больницах не хватает. Врачи в возрасте, а таких в республике немало, с компьютерами вообще на «вы». Впрочем, все это говорит не о том, что пора сворачивать программу. Наоборот, развивать и исправлять недоработки. Информатизация – инструмент улучшения качества работы медицинского учреждения. Так называется семинар, который сейчас проходит в Чувашии. Занятия проводят главные внештатные специалисты Минздрава России по внедрению современных информационных систем в здравоохранение. С одной стороны, осуществляется ревизия и наработка медицинских справочников. Создаются регламенты их введения. Я говорю о федеральных справочниках. Разрабатывается интегрированная электронная медицинская карта. То есть, тот ресурс, где будет скапливаться вся основная информация о пациенте, который обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, где бы пациент не находился, к какому бы врачу он не пришел. Конечно, уровни московских и питерских больниц, где в единую базу уже возможно вносить даже, к примеру, рентгеновские снимки, наше учреждение здравоохранения пока не достигли. Однако Чуваша входит в 15 лучших регионов в плане информатизации медицины. У нас в каждой центральной районной больнице, более того, в каждом отделении общей врачебной практики, который стоит отдельно от центральной районной больницы, работает электронная медицинская карта. Понятно, что она разная. Понятно, что в каждой медицинской организации есть ее специфика. Где-то медицинские работники лучше общаются с информационной системой, где-то хуже. Важна также эффективность каналов связи. Но Чувашская республика, как вы знаете, заняла достойное место в проекте региональных информационных систем. Так на федеральном уровне отметили проект Чувашии по учету лекарства и обеспеченностью ими граждан. Впереди еще много новшеств, которые предстоит внедрить. Однако сейчас важно сделать упор на повышение качества того, что уже внедрено. Ольга Пырычкина, Олег Якимов, Республика. Ежегодно в конце сентября отмечают важный для всех без исключения день – Всемирный день сердца. В столице Чувашии решили не ограничиваться одним днем. Мероприятие запланировано и на субботу, 3 октября. О том, что ждет горожан и сколько жителей республики страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, журналистам рассказали на брифинге. Врачи и сотрудники Минздрава сегодня одеты в одну цветовую гамму не случайно. Красный цвет символизирует не только сердце, но и как сигнал светофора предупреждает – внимание, опасность. Сердечно-сосудистые заболевания – одна из самых частых причин смерти и в России, и в мире. Конечно, наука не стоит на месте. Лечение, методы диагностики, аппаратура – все совершенствуется. Однако в первую очередь помочь себе человек должен сам. Медицинские работники, они включаются в этот процесс уже при возникновении заболеваний, но и огромная роль сейчас в работе наших медицинских работников отводится и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. То есть только 10% зависит от деятельности медицинских работников, и 90% зависит от самого населения, от его отношения к собственному здоровью. Специалисты предупреждают – сердце – это не тот случай, когда само пройдет. Например, заболела в груди, интенсивная, сильная боль. Не надо ждать, когда она пройдет, или думать, от чего она появилась. Очень важно снять вовремя трубку и вызвать скорую помощь. На сегодняшний день есть такие интересные цифры. В Европе от момента возникновения боли до вызова скорой помощи в среднем проходит 10 минут. К сожалению, у нас даже в современном мегаполисе, таком, как Москва, проходит 2 часа. А что такое 2 часа? Если это действительно инфаркт миокарда, то половина пациентов погибает в первый час от возникновения этого грозного, серьезного осложнения. В год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Чувашии, помимо других разных мероприятий, проводится акция «Измерь свое давление». Результаты показали – люди с повышенным давлением о своей ситуации, как правило, знают. Но особого значения цифры на тонометре не придают, и лекарства по тем или иным причинам регулярно не принимают. Тем временем соблюдение рекомендаций врача могут на 40% снизить риск инсульта и на 18% инфаркта. Что касается профилактики – правильное питание, подвижный образ жизни без вредных привычек, а еще – спокойствие. Увы, никаких новых рецептов здорового сердца пока нет и в ближайшем будущем не предвидится. В субботу, 3 октября в столице Чувашии возобновляется акция под названием «Прогулка с врачом». Она приурочена не только ко Всемирному дню сердца, но и ко дню ходьбы. Ольга Пырочкина, Анна Луценко, Игорь Зверев, Республика. Сегодня тепло получили почти 200 школ и детских садов, а также 41 объект здравоохранения столицы республики. К концу следующей недели тепло будет в многоквартирных домах и учреждениях культуры. Температура воздуха на улице резко упала. Сплезывается до 5 до 10 градусов тепла. А топительный сезон по нормативам начинается, когда среднесуточная температура несколько дней не превышает плюс 8. Но, несмотря на это, в администрации города решили начать топить. На сегодняшний день в городе система теплоснабжения практически полностью готова к приему тепла. Поэтому первое вчера было подписано постановление исполняющей амбициозной главы администрации города о начале отопительного сезона с 1 октября. В средней школе номер 2 тепло уже с самого утра. Школьники больше не кутаются в теплые свитера. В начале недели было действительно холодно. По словам директора школы, главное это вовремя подготовиться к отопительному сезону. Прежде чем дать тепло, конечно, проведена была очень серьезная подготовительная работа. Все лето мы проводили ремонтные работы необходимые, готовили теплоузел, проверяли все приборы учета. Дети младшей группы в детском саду номер 27 и вовсе ходят в футболочках. Воспитатели рады, что тепло дали раньше срока. Воспитанники не будут болеть, а это значит, что удастся избежать карантина. Экзамены сдали вовремя в Ростехнадзоре. Это без экзаменов тепло, наряда на тепло не дают. В детском саду во всех группах тепло дали. Прошла, посмотрела, везде уже тепло есть. Уже дети сегодня в спальных могут спать раздетыми. С нетерпением ждут тепла в квартирах Екатерина Куприна и Игорь Зверев, Республика. По всей России стартовала микроперепись населения. Она проводится в перерыве между масштабными переписьми раз в 10 лет. В Чувашии ее охватит около 24 тысяч человек. Респондентам придется ответить на 28 различных вопросов в течение 15 минут. 17 вопросов будут аналогичны тем, которые уже были во всероссийской переписи. Оставшиеся 11 коснутся здоровья, демографии и гражданства. Также можно будет узнать, на каком языке разговариваются отечественники в повседневной жизни. Но это лишь часть нововведений. Особенность микропереписи это в том, что впервые при заполнении опросных листов переписчики будут работать с использованием планшетных компьютеров. И ответы людей на вопросы микропереписи будут заноситься сразу в планшетные компьютеры. При проведении опроса жителям республики не надо будет предъявлять никаких документов. Конфиденциальность и обезличенность полученной информации гарантирована. Микроперепись проводится на 60 счетных участках, которые расположены во всех городах и районах республики. Данные будут собираться в течение месяца. Опрос позволит получить актуальную и детальную информацию по ряду направлений и даст возможность скорректировать существующую социально-экономическую политику Чувашии. Береги трезвость с молоду. В России могут запретить продажу алкоголя лицам моложе 21 года. В Госдуму уже внесли законопроект, который предполагает повысить возрастной ценз. 16 регионов России поддержали инициативу. Сегодня ее обсудили в общественной палате Чувашии. Авторы проекта убеждены, увеличение возрастного ценза с 18 лет до 21 года оградит наше общество от ранней алкоголизации молодого поколения. Так сказано в пояснительной записке к документу. Впрочем, в эффективность данной ограничительной меры верят не все. В стране идет активное обсуждение. Взять и запретить. В России уже, по-моему, где-то 15 регионов очень легко проголосовали. И за запрещаем. Но мы должны ответить на другие очень важные вопросы. Действительно, человек должен иметь, мы должны знать какой-то возраст. Когда человек почувствует себя взрослым. Он у нас сегодня, 18 лет. Тогда что передвигать этот возраст? С этого возраста начинаются другие градации. Можно ли ему там жениться? Можно ли ему дать действительно автомат в руки? И много-много других. Здесь, по крайней мере, собрана та аудитория, которая, по крайней мере, может что-то сказать. Хочется просто выслушать ваше всех мнение. В обсуждении сегодня приняли участие депутаты госсовета Чувашии. Представители министерств, правоохранительных органов, медики, психологи, педагоги. Общественники проект поддержали, но отметили. Он требует доработки и в настоящее время его принятие преждевременно. Кстати, по результатам опросов ЦИОМа, 79% респондентов признали запрет на продажу алкоголя молодежи до 21 года наиболее эффективной меры по борьбе с алкоголизмом. Кроме того, за повышение возраста продажи алкоголя высказалось 2 трети российской молодежи. Галина Титарчук, Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Формирование финансовой культуры и навыков их эффективного управления личными средствами. Цель новой всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». Эта акция проходит и в школах столицы Чувашии. Подробности у Юлии Важениной. Что такое финансовая грамотность, какие инструменты помогут ей овладеть, а также риски и опасности в мире денег. На эти вопросы ученикам лицея номер 44 ответил начальник управления службы по защите прав потребителей финансовых услуг в Приволжском федеральном округе Центрального банка России. Онлайн-урок прошел по теме, что значит быть финансово грамотным. Эта информация интересна не только для старшеклассников, но и для нас, для взрослых людей и для учителей. Соответственно, мы получаем современную информацию по кредитам, по сбережениям. Было проведено уже более пяти уроков. Старшеклассники получают очень интересный материал практического направления. И, соответственно, они, отклики получаем очень хорошие от школьников, потому что эти лекции проходят с интересом, понятно, разъясняются. И, соответственно, наши старшеклассники имеют возможность задавать вопросы лектору и получают ответы на них. Сами ученики в подобных лекциях заинтересованы. Они считают, что знания в финансовой сфере пригодятся им, причем уже совсем скоро. На самом деле полезного было много, потому что в следующем году я поступлю на первый курс университета, и мне придется самой распределять свои доходы, расходы и взять на себя полную ответственность за свое содержание. И тут были очень интересные советы по поводу распределения денег на четыре конверта и использования каждого в течение одной недели, например. И тогда риски, что у тебя не останется карманных денег, значительно снижаются. Дни финансовой грамотности проходят не только в формате онлайн-уроков. Например, сегодня о бюджете и структуре казны в России и Чувашии школьникам рассказала заместитель финансов республики Светлана Иванова. Кстати, в этом году такие лекции проходят впервые, но организаторы планируют сделать их ежегодными. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. 1 октября. День, когда принимают поздравления почтенные жители всего мира. За плечами старшего поколения немало исторических событий, трудовых достижений и просто счастливых дней. Около 30% жителей Чувашии старше трудоспособного возраста, а это более 280 тысяч человек. Есть среди них и долгожители, которые застали смену власти при царской России, распад Советского Союза и становление Российской Федерации. Почти 60 человек перешагнули столетний рубеж. Все больше людей почтенного возраста принимают активное участие в общественной жизни, занимаются спортом и заботятся о своем здоровье. За три года продолжительность жизни выросла на 2,5 года. Снизилась смертность из сердечно-сосудистых заболеваний. С праздником всех пожилых горожан на Мачебоксарске поздравил глава республики Михаил Игнатьев. В жизни всегда было так. Одно поколение оставляло потенциал для развития другого поколения. И на сегодняшний день задача молодого поколения, тот потенциал, который создавали наши дорогие ветераны, дальше, конечно, развивать. В одном из чебоксарских детских садов ко дню пожилых подготовились основательно. Малыши подготовили для бабушек и дедушек необычные подарки. Какие? Узнавали мои коллеги. Этим утром в подготовительной группе 136 детского сада вовсю кипела работа. Ребята вырезали, клеили и одним словом мастерили открытки для пожилых людей. Чтоб чувство доброе согрели, именно так называется акция, которую в этом году проводят воспитатели совместно с малышами. Самодельные подарки и теплые слова дошли до самых главных героев этого дня. Медальончик ребята подготовили специально для вас. Сейчас, сейчас, сейчас. Обязательно, сейчас. Юль Шарик. Ребята, спасибо большое. Ой, как красиво. А с рыбочкой и цветочек подарим. Ой, как красиво. Примите, пожалуйста, на вас цветочек. Спасибо, спасибо. Спасибо, маленькие. Для многих пенсионеров такое поздравление было неожиданным. Поднимает хорошее настроение. Почти каждый год, каждый год поздравляет. Ой, не ожидала. Просто вы вышли на улицу, вот и это. И очень большое спасибо вам. Очень хорошее мероприятие придумали. Ребята не забыли и о своих родных бабушках и дедушках. Я люблю своих бабушку и дедушку. Они самые лучшие, и я хочу подарить для них подарок. Своим бабушкам и дедушкам просто подарим цветы и открытки. Вот уже третий год воспитанники детского сада радуют случайных прохожих подарками и вниманием. И в этом им помогают родители. Каждый раз они вместе придумывают что-то новое и необычное, чтобы еще больше удивить пожилых прохожих. Основная идея этого мероприятия – обратить внимание подрастающего поколения на людей преклонного возраста. Мы воспитываем уважение к людям старшего поколения, бережное отношение, чуткое отношение, чтобы вырастить достойное подрастающее поколение. Она очень нравится детям, они охотно принимают в ней участие. Этим утром малыши поздравили всего 20 человек, но это не главное. У каждого из бабушек и дедушек на душе стало теплее и на лице заиграла улыбка. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова